Российские спортсмены под запретом. Олимпиада в Рио-де-Жанейро, судя по всему, обойдется без легкоатлетов из России. Сегодня Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила запрет на участие в соревнованиях для российских спортсменов. Все это продолжение скандала с допингом. На предыдущих играх в Лондоне легкоатлеты из России взяли 14 медалей. К нам в студии присоединяется политический обозреватель Артемия Мария Гордон. Здравствуйте, Мария. Окончательное ли это решение и что ему предшествовало? Здравствуйте, Лиза. Мы с вами живем в очень странное время, когда новости политики и спорта почему-то слились воедино. Российская сборная, скорее всего, не сможет поехать на Олимпиаду в Рио в августе. И это действительно беспрецедентная история. Конечно же, на поверхности подозрения о том, что Запад ополчился на Россию и применяет санкции теперь уже и в спорте. Эту версию можно было бы рассмотреть всерьез, если бы не многочисленные факты. Коротко об истории вопроса. Все началось в декабре 2014 года, когда немецкий холдинг АРД начал выпускать серию документальных фильмов под общим названием «Секретное дело о допинге». Журналистское расследование пришло к однозначному выводу. В российском спорте массово употребляют допинг, а власть это покрывает. В частности, приводились данные о том, что сотрудники ФСБ причастны к махинациям с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Спустя год в ноябре 2015 года Всемирное антидопинговое агентство ВАДА завершило собственное расследование. В итоговом докладе организация в целом согласилась с выводами немецких журналистов. В ВАДА посчитали, что в России тренеры склоняли атлетов к употреблению допинга. Чиновники российского антидопингового агентства РУСАДА массово уничтожали тесты. Международным легкоатлетическим функционерам предлагались взятки, а российские силовики способствовали подмене анализов. На днях ВАДА опубликовала еще один доклад по итогам последней проверки. В документе рассказывается, что международные инспекторы столкнулись в России с массой проблем. От них убегали спортсмены. Им не помогали власти. Им грозили депортации. Международная ассоциация легкой атлетики вскоре фактически отстранила всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Легкоатлетические первенства мирового уровня, которые должны были пройти в России, отменили, а у РУСАДА отозвали лицензию. В Москве надеялись, что на Олимпиаду пустят хотя бы чистых спортсменов. Но сегодня в Вене решительно проголосовали в пользу сохранения полного запрета. В российском Минспорта выразило крайнее разочарование. А министр Виталий Мутко в ужасе констатировал убийство всего российского спорта. Поэтому мы нормально к этому отнесемся спокойно. Но последствия для легкой атлетики, я говорил президенту Кове, очень простые. Мы прекратим финансировать. Нет сборной такой. Мы прекратим инвестировать в развитие. Уйдут спонсоры. Но если вы хотите, чтобы на территории России, и вы в исторической перспективе, убили легкую атлетику, убейте. Ну убейте. Окончательное решение по поводу всей российской олимпийской сборной находится в ведении Международного олимпийского комитета. 21 июня там проведут специальное совещание по проблеме допинга, где будет обсуждаться защита честных атлетов. Теоретически МОК может внедрить принцип коллективной ответственности всех членов национальной сборной. Не только легкоатлетов. За серьезные проступки отдельных спортсменов. Или наоборот, защитить честных атлетов, несмотря на проблемы их коллег. Окончательно определиться с выводом МОК может в середине июля на предолимпийской сессии. А пока шансы российской сборной на участие в Олимпиаде можно описать грустной цитатой из Остапа Бендера. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Лиза. Спасибо, Мария Гордону, дисквалификации российской легкоатлетической сборной с Олимпиады в Рио-де-Жанейро.